всем привет извиняюсь что давно не записывал видео не было времени вот теперь решил записать по вашим комментариям видео из других моих коробок чем я пользуюсь сегодня расскажу вам про свои микроколебалки вертушки и также резину резину я не особо мастер ловить начал только этой осенью ну какие-то наработки уже есть что-то расскажу сожалению крупные колебалки которые работали в прошлом году я все оторвал на данный момент показать нам не нечего еще их не восполнял ну расскажу на словах какими я пользовался какие меня выручали спасибо за вашу поддержку в комментариях спасибо за подписки очень много комментариев много советов это внушает радость то что я делаю то что кому-то это нравится спасибо большое всем ну что ж начнем с резины решил я взять как-то вот такую вот копию аваруны от понтон 21 не помню какая компания выпускает эту копию но ловил она довольно таки неплохо ставил я ее на овсетный крючок и восьмиграммовую джигалу восьмиграммовую чебурашку ловил как на равномерку так и на джиге немало шнурков она переловила за осень начал ловить я наверное с конца сентября и закончил концом ноября довольно хорошие были поимки в контакте есть фотографии если кто-то хочет могу скинуть ссылки на свою страницу можете добавиться посмотреть вот такая вот резина от green fish не знаю их разработка или копия на что-то вот этот цвет очень много ловил щуки у меня было делать таких пачки но к сожалению резина очень мягкая одна-две поклевки щуки и она больше не держится на овсетнике не помогала не пружинка потому что раздалбывал все здесь место ну и как правило отъедали хвосты всегда довольно таки мягкая резина она с аттрактантом приятно пахнет принесла самую крупную щуку конца того сезона на 2 200 ну и также очень много шнурков было под поймана не шнурки прямо кидались на этот цвет не знаю пробовал другие резинки в таком цвете ну не сказать что особо выдающиеся ну и куда же без релакса посоветовали мне вот такой вот релакс решил я его взять и с этого можно сказать и началась моя рыбалка на силикон вот этот цвет великолепно показал себя у меня была целая пачка что-то я оторвала что-то сожрали щуки попытался восстановить ну этот цвет к сожалению уже не выпускается пытался заменить другими цветами но результативность не настолько высокая какой-то цвета была использовал ставил я на джиг головку обычную потому что для все то не подойдет он довольно таки широкий и в основном это вот резина ловила у меня на равномерке на джиге они чист не сильно отжиговал но только на чистых местах но ловила она великолепно один раз щука от килограмма на полтора просто сопровождала резинку я сделал паузу и она подсеклась великолепно резина вот также из релакса я пытался подобрать какие-то цвета войти работает но работает хуже чем тот цвет который я показал до этого такие вот цвета а кислотный я к сожалению так и не разловил были он несколько поклевок хост но так ничего из этого и не вышло вот такая вот резинка не помню по моему от лаки джона брал я их поштучно довольно неплохо себя показала по окуне тоже на равномерке на легком джиге вот неплохие окуньки садились ну не знаю я не сильно там упирался в окуней основном ходил за щукой когда уже был закрыт головы жерех также расскажу вам про свои вращающиеся блесны любимые блесны я уже перепробовал очень много блесен вращалок потому что я начинал ловиться вращалок и вот именно вот эти вот лаки джон я использую же сезонов 6 постоянно их отрываю постоянно восполняю бывает высыпается за сезон мушка на хвосте но это никак не влияет чем эти блесны отличаются от других у них есть сердечник сердечник дает дальность заброса это первое во вторых эти блесны не крутят шнур так сильно как крутят другие вращающиеся блесны вот ну и также можно регулировать глубину проводки подождать чтобы блесна утонула можно даже на чистой местах применять около джиговую проводку есть у меня вот 12 грамм блесны есть такая же 9 грамм блесна один из самых результативных цветов вот опять же 12 грамм вот такая вот шестерочка по моему 6 грамм цветов у этих вертушек по моему 12 штук разных мной разлоблены все кроме кислотной там есть цвет такой мать tiger вот с ней что-то у меня не задалось великолепные вертушки ловил на них окуня жереха щуку кого еще головля ловил до по весне по разливам неплохо берет на них головы принес также к самого крупного жереха именно вот эти вот блесны вот в таком цвете 9 грамм было это года четыре назад был на 5 чем-то жерех именно на вот эту вертушку выдержали тройники правда один разогнулся на 2 выдержали тут хорошие тройники стоят довольно таки хорошее покрытие за несколько сезонов они бывают все побиты но не теряют своих свойств ловят великолепно правда потом я их отрываю всегда но я стараюсь за зиму восстановить вот как восстановил так и снимаю вам видео вконтакте на моей странице есть куча фотографий с этими блеснами как они ловят от нуля не дают мне всегда уйти когда не работают воблеры никакие в общем хорошие блесенки пробовал я pantone 21 пробовал похожую от окары тоже сердечник огруженный лепесток похожий но нет мушки ну что-то окару так не удалось не разловить пробовал есть такие же только с лонговским лепестком ну к сожалению лонг лепесток ловит хуже намного хуже определенных условиях он только ловит и если на эту блесну за сезон может быть 100 поклевок то с лонговским лепестком может быть 15-20 поклевок поэтому я от лонговских лепестков отказался так от понтонов блесны мне не зашли они летят хуже подвержены коррозии кстати вот эти вот блесны от лаки джона они не подвержены коррозии не гниют ни крючки были у меня maps блесны но тоже что-то с ними у меня не срослось говорят что это копия на какой-то там смит точно не помню какой но я смотрел этот смит в интернете ну там конская цена просто я считаю вертушка это расходник и такие цены для вертушки это слишком это взял но если оторвал жалко конечно но не настолько жалко если бы и оторвал смит и так теперь расскажу про микро колебалки тоже вот такие вот мира колебалочки это делает наш белорусский мастер кости зуйков отличные крючки у него стоят вот такие вот модельки жук ловят у меня исправно из года в год тоже я их разлавливаю цвета потом то раздаю кому-то то продаю то меняю на что-то и к сезону беру новое вот такие вот жуки уже ловят у меня головля стабильно ну не знаю сезона 4 точно новые цвета есть у него там сотни цветов в контакте можете найти кости зуйков у него есть из чего выбрать 30 чем-то листов блесен по 100 штук закачаешься куча цветов великолепное качество блесен на течении хорошо работают пробовал другие там тоже дешевых каких-то фирма кара там и прочее но совсем не то именно вот эти микроколебалки как-то то ли я верю в них то и ловят они действительно хорошо да и стоят они копейки сейчас на наши белорусские деньги там что-то рублей шесть такие вот что мне нравится цвета каждая партия костя пытается добавить что-то новое постоянно какие-то новые цвета новые модели он также делает копии на знаменитые японские блесна то есть выбрать там будет что такие великолепные блесенки ну и как обещал расскажу теперь про колебалки которые которыми я ловил было у меня несколько колебалок от pantone 21 такие как с амплиора 14 грамм сожалению оторвало на тоже великолепно ловила цвет был у меня серебро с синими точками и было еще сенооса тоже таком же цвете серебро с синими точками в чем отличается с амплиора то толстенькая такая блесна продолговатая она создает больше колебаний ее труднее заглубить где я ловил в относительно мелких местах осинулся продолговатая прогонистая блесна и ее легче заглубить и провести там в определенных местах тоже великолепно ловила эти две блесны было несколько блесен от спинекса старых очень старых блесен не помню даже как название по моему перчим называлась блесна была такого цвета наверное как латунь ну да приносила нам не щук но не они особо честно говоря на блесны как-то я и не особо верил это все ловил постоянно вертушками колебалки мне как-то не доходили дорог можно сказать так ну в общем и весь такой вот у меня обзор строго не судите я новичок в резине а все остальное то что у меня есть я вам уже давно показал поэтому пишите свои советы будет интересно почитать очень много людей пишет что-то я подчеркиваю это себе буду использовать в дальнейшем вот спасибо за просмотр подписывайтесь на канал потому что очень много людей смотрят видео не подписывается я стараюсь делаю видео специально чтобы вам было что-то интересно показать но надеюсь в дальнейшем будет еще интересней спасибо за просмотр